Привет, мои дорогие! Меня зовут Наталья и я очень рада, что вы заглянули ко мне на канал. Сегодня мы с вами будем тестировать вот такую вот многоразовую маску от Ariflame Skin Pro. Будем смотреть, вместе читать, что тут как. Только вчера ее получила. Маска для лица многоразовая, состав силикон, не содержит латекс. Внимательно прочитайте инструкцию перед применением. Это то, что написано у нас на коробочке. Ну и собственно, как это все выглядит. Я уже распаковывала, показывала, но сейчас опять запаковала. Все, чтобы вы понимали, как это все в первозданном виде, так скажем. Это все в пленке. И сама маска, вот она вот такая. Я ее сейчас пойду помою. Покажу вам, как это вначале. Вот она выглядит, да. Тут она, смысл в том, что, ну, прикладываете и за уши, как бы, вот этими резиночками она у вас закрепляется. На резиночке на одной сразу я нашла косяк вчера еще, когда показывала распаковку. Маска имеет запах, то есть такой прям резиной, но не сильно пьющей в нос, но все же резиной. Посмотрим, что произойдет, когда я ее помою. И давайте для начала прочитаем инструкцию, что и как нам с ней делать. У нас тут... Где русский язык? Все языки мира просто, все языки. Сейчас, минуточку, не подготовилась. Извиняюсь. Вот. Маска для лица многоразовая, фиксирующая. Инструкция по применению. Как использовать с тканевой или жидкой косметической маской. Положите на лицо тканевую или нанесите жидкую косметическую маску. Поместите силиконовую многоразовую маску поверх, выровняв ее сначала по отверстиям для глаз, а затем по отверстиям для рта. Натяните петли на уши. Оставьте обе маски на лице на время, указанное в инструкции для тканевой маски. После использования вымойте многоразовую маску слабым мыльным раствором и ополосните теплой водой. Повесьте и дайте высохнуть естественным образом. Так, как использовать с сывороткой. Нанесите сыворотку на лицо, наложите силиконовую многоразовую маску на лицо, выровняв ее сначала по отверстиям для глаз, а затем по отверстиям для рта. Натяните петли за уши, оставьте многоразовую маску на лице на 10-15 минут или до полного впитывания сыворотки в кожу. После использования вымыть многоразовую маску. Как использовать во время принятия ванны для распаривания лица? Ее даже можно использовать, ничего себе. Снимите макияж и примите в ванну. Поместите силиконовую многоразовую маску на лицо, выровняв ее. Натяните за уши, оставьте многоразовую маску на лице на 10-15 минут, а затем снимите. Внимание, промойте маску перед первым использованием Не превышайте рекомендуемое время использования Не спите маску на лице с маской Не используйте маску на чувствительной или раздраженной коже Если у вас есть какие-либо медицинские проблемы, консультируйтесь с врачом Дискомфорт, не растягивайте маску силы Не используйте агрессивные моющие средства Храните в недоступном месте Понятно, три способа использования С тканевой маской Но тут я не особо вижу смысла Потому что тканевую маску я могу и так спокойно с ней походить С простой маской И значит можно использовать сывороткой И использовать как распаривание для лица Мы сегодня с вами попробуем ее использовать сывороткой Расскажу почему я считаю, что это самое Ну и собственно для этого я ее брала Почему я считаю, что это самое такое должно быть для меня Как бы нормальное использование Иду мыть Так, я вернулась Вот у меня теперь помытая такая маска Чуть слегка влажная Запах не ушел Помыла просто жидким мылом Значит смотрите, что я думаю Все сыворотки, которые вы используете Надо им давать поработать Как бы сывороткам любым То есть то, что вы наносите на лицо сыворотку Вы должны дать минут 15 Как раз примерно, да, 10-15 Чтобы она поработала И далее вы уже наносите свой последующий уход Так вот, я считаю, что если использовать данную маску То вы усилите эффект как бы сыворотки То есть у вас создастся такой слегка парниковый, да, вот этот эффект И вы, ну, более глубоко Глубоко проникнет сыворотка в кожу Но тут тоже такое, да, я задумалась Думаю, блин, а парниковый эффект Вот то, что говорят, да, про патчи для глаз Под глаза То, что не очень-то это и полезно Возможно, что потом это аукнется на вашей коже Но тут уже как бы надо смотреть Экспериментировать Я очищаю кожу тоником У меня просто перелит тоник в удобную такую В удобный пузырек Я умылась уже И мне вот сейчас надо очистить кожу тоником Уже нанести непосредственно сыворотку И нанести маску Мы будем с вами смотреть Я буду использовать самую обычную сегодня сыворотку Потому что не хочу, да, чтобы как-то что-то навредилось Потому что у меня есть, например, кислотные сыворотки Да, с этим пока рисковать не буду Для эксперимента пока начну с самой обычной увлажняющей сыворотки для лица Это у меня для всех типов кожи Ну вот, самая вообще примитивная сыворотка Которая только может быть Вот у меня уже чуть-чуть осталась Она мне нравится Она классно работает Она имеет гелевую консистенцию И недорого стоит Вот так вот это все дело выглядит Наношу Я смотрю как бы в зеркало у меня тут Давайте нанесу как бы пообильнее, да Она такая, знаете, легкая И быстро очень впитывается Но так как она стоит совсем недорого Мне ее не жалко Я думаю, можно, знаете, что еще как использовать Вот, допустим Это я сейчас прочитала про распаривание Пока умывалась Тоже подумала на эту тему Когда вы, допустим, гидрирование холодное, да, делаете Для того, чтобы распарить кожу Чтобы тоже там потом чистку провести Вот тоже классно То есть не пленкой заворачивать, да, лицо А вот этой масочкой Так что, да Тоже можно прям проэкспериментировать Холодное гидрирование, кто не знает Наносите гель алоэ И сверху пленку И у вас, получается, раскупориваются поры А тут можно не пленку использовать, а вот эту маску Так, все нанесла Как вы видите, да, сыворотка у меня на лице Ой, она прям прилипает Сначала расправляем под глазами Как нам рекомендуют Так себе, конечно, тут получается Поликалу, смотрите Очень Не заходит вот на те места Куда хотелось бы, чтобы зашло Так И дальше на губах Но хорошо, что дырочки все-таки такие большие И есть возможность нормально распределить Вот так За счет того, что за ушами все это дело зацепили Оно прям плотненько так легло Ну и будем смотреть, что будет происходить Я вас пока оставляю Вот минут, я думаю, 10 Похожу и вернусь Распределила вроде как ровно все Ну вот так вот До встречи Так Ну что Я походила минут, наверное, 7-8 По ощущениям Запах я не чувствую Мне очень нравится, что у меня прям так все плотненько Прижато Я теперь поняла, почему ее рекомендуют использовать С тканевыми масками Если вы нанесли тканевую маску Получается, вы можете просто припечатать ее И заходить заниматься своими делами Никуда она у вас не денется То есть она не будет оттягивать вам лицо Что не рекомендуется Почему рекомендуют лежать с тканевыми масками? Чтобы просто у вас от этой тяжести не оттягивалось лицо Вот и кожа Соответственно не лицо, а кожа Вот и тут как бы да Классно она держит Ну снимаю Я чувствую там под ней еще что-то елозит Но я не представляю, как может впитаться все целиком полностью Наверное все равно что-то должно чуть-чуть остаться Потому что это просто нереально Так, снимаем Так, что-то чуть-чуть осталось на маске Но как я и предполагала Сыворотка есть еще на лице, конечно же То есть надо еще будет давать время ей Для того, чтобы впитаться Но я думаю, что она проникла, да Поглубже туда Как-то поработала получше И вполне себе такой вариант мне нравится Мне такой вариант устраивает Что я могу вот так вот таким образом Как бы использовать Обязательно попробую с тканевой маской И попробую вот на распаривание Мне понравилась на сейчас Такая вещь, такая штучка Прикольная Так что девчонки, кто-то мне Вчера кто-то мне писал в комментариях Что разберут, возможно Надо брать Да, берите Несомненно, я рекомендую Мне такой гаджет понравился Зашел Все, всем спасибо за просмотр Пишите комментарии Ставьте пальчики вверх Подписывайтесь на меня тут И в инстаграме Пока-пока